КОНЕЦ 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 Во что бы то ни стало, на турнире явлюсь я. Покажи мне шлем, Иван. Пробит насквозь, испорчен. Невозможно его надеть. Достать мне надо новый. Какой удар! Проклятый граф Делорж. Так и вы ему порядком отплатили. Как истремян, вы вышибли его. Он сутки замертво лежал. И вряд ли оправился. А все же он не в убытке. Его нагрудник цел венецианский. А грудь своя гроша ему не стоит. Другой себе не станет покупать. Зачем с него не снял я шлема тут же? А снял бы я, когда б не было стыдно мне дамы герцога. Проклятый граф. Он лучше бы мне голову пробил. И платье нужно мне. В последний раз все рыцари сидели тут в атласе до бархати. Я в латах был один за герцогским столом. Отговорился я тем, что на турнир попал случайно. А нынче что скажу? А, бедность, бедность. Как унижает сердце нам она. Когда Делорж копьем своим тяжелым пробил мне шлем и мимо проскакал, а я с открытой головой пришпорил эмира моего, помчался вихрем и бросил графа на двадцать шагов, как маленького пажа, как все дамы привстали с мест. Когда сама Клотильда, закрыв лицо, невольно закричала, и славили герольды мой удар, тогда никто не думал о причине и храбрости моей силы дивной. Взбесился я за поврежденный шлем к геройству, что виною было скупость. Да, заразиться здесь нетрудно ею под кровлею одной с моим отцом. Что, бедный мой Эмир? Он все хромает. Вам выехать на нем еще нельзя. Ну, делать нечего. Куплю Гнедова. Недорого и просят за него. Недорого. Да денег нет у нас. Что ж говорит бездельник Соломон? Он говорит, что более не может взаймы давать вам денег без заклада. Заклад. А где мне взять заклада дьявол? Я рассказывал. Что ж он? Кряхтит да жмется. Да ты б ему сказал, что мой отец богат и сам как жит. Что рано или поздно или всему наследую. Я говорю. Что ж? Он жмется да кряхтит. Какое горе. Он сам хотел прийти. Ну, слава богу. Без выкупа не выпущу его. Кто там? Слуга ваш Сницкой. А, приятель. Проклятый жид. Почтенный Соломон. Пожалуй-ка сюда. Так ты, я слышу, не веришь в долг. Ах, милостивый рыцарь. Клянусь вам. Рад бы. Права не могу. Где денег взять? Весь разорился я, все рыцарем усердно помогая. Никто не платит. Вас хотел просить. Не можете ли хоть часть отдать? Разбойник. Да если б у меня водились деньги, с тобою стал ли б я возиться? Полно, не будь упрямый, милый Соломон. Давай, червонцы, высыпи мне сотню, пока тебя не обыскали. Сотню? Когда б имел я сто червонцев. Слушай, не стыдно ли тебе своих друзей не выручать? Клянусь вам. Полно, полно. Ты требуешь заклада. Что за вздор? Что дам тебе в заклад? Свиную кожу? Когда б я мог что заложить, давно уж продал бы. Или рыцарского слова тебе собака мало? Ваше слово, пока вы живы, много-много значит. Все сундуки фламандских богачей, как талисман оно вам отопрет. Но если вы его передадите мне, бедному еврею, а между тем умрете, боже сохрани. Тогда в моих руках оно подобно будет ключу от брошенной шкатулки в море. Уже ли отец меня переживет? Как знать. Дни наши сочтены не нами. Цвел юноша вечер, а нынче умер. И вот его четыре старика несут на сгорбленных плечах в могилу. Барон здоров. Бог даст лет десять, двадцать и двадцать пять, и тридцать проживет он. Ты врешь, еврей. Да через тридцать лет мне стукнет пятьдесят. Тогда и деньги на что мне пригодятся? Деньги? Деньги всегда во всякий возраст нам пригодны. Но юноша в них ищет слуг проворных, и не жалея шлет туда-сюда, Старик же видит в них друзей надежных, И бережет их, как зеницу ока. О, мой отец ни слуг, ни друзей в них видит, а господ. И сам им служит, и как же служит, Как алжирский раб, как пес цепной. В нетопленной конуре живет, пьет воду, ест сухие корки. Всю ночь не спит, все бегает да лает, А золото спокойно в сундуках лежит себе. Молчи. Когда-нибудь оно послужит мне, лежать забудет. Да, на бароновых похоронах прольется больше денег, нежели слез. Пошли вам, Бог, скорее на следство. Амин. А можно б. Что? Так. Думал я, что средство такое есть. Какое средство? Так. Есть у меня знакомый старичок. Еврей, аптекарь бедный. Ростовщик такой же, как и ты, или почесней? Нет, рыцарь, то виторг ведет иной. Он составляет капли. Право чудно, как действуют они. А что мне в них? В стакан воды подлить, трех капель будет. Ни вкуса в них, ни цвета незаметно. А человек без рези в животе, без тошноты, без боли умирает. Твой старичок торгует ядом. Да. И ядом. Что ж, взаймы на место денег, ты мне предложишь склянок двести яду. За склянку по червонцу, так ли что ли? Смеяться вам угодно надо мною. Нет, я хотел, быть может вы, я думал, что уж барону время умереть. Как? Отравить отца? И смел ты сыну? Иван, держи его. И смел ты мне, да знаешь ли, жидовская душа, собака-змей, что я тебя сейчас же на ртах повешу. Вероват, простите, я шутил. Иван, веревку. Я, я шутил, я деньги вам принес. Вон пес. Вот до чего меня доводит отца родного скупость. Жид мне смел, что предложить. Дай мне стакан вина, я весь дрожу. Иван, однако ж деньги мне нужны. Сбегай за жидом проклятым, возьми его червонцы. Да сюда мне принеси чернильницу, я плуту расписку дам. Да не вводи сюда Иуду этого. Или нет, постой. Его червонцы будут пахнуть ядом, как сребреники пращура его. Я спрашивал вина. Так у нас вина ни капли нету. А то, что мне прислал в подарок из Испании Ремон? Вечер я снес последнюю бутылку больному кузнецу. Да, помню, знаю. Так дай воды. Проклятые житью. Нет, решено. Пойду искать управы у герцога. Пускай отца заставит меня держать как сына, не как мышь, рожденную в подполье. Как молодой повяса ждет свидание с какой-нибудь развратницей лукавой, иль дурой им обманутой так я, весь день минуты ждал, когда зайду в подвал мой тайный, к верным сундукам. Счастливый день. Помогу сегодня я в шестой сундук, сундук еще не полный, горсть золота, накопленного всыпать. Немного, кажется, но понемногу сокровища растут. Считал я где-то, что царь однажды воином своим велел снести земли по горсти в кучу, и гордый холм возвысился, и царь мог с вышины его с весельем озирать и дол, покрытый белыми шатрами, и море, где бежали корабли. Так я, по горсти бедной принося, привычную дань мою сюда, в подвал, вознес мой холм, и с высоты его могу взирать на все, что мне подвластно. Что не подвластно мне? Как некий демон отсели править миром я могу, лишь захочу воздвигнуться чертоги. В великолепные мои сады сбегутся нимфы, резвою толпою и музы дань свою мне принесут, и вольные гении мне поработиться, и добродетели бессонный труд смиренно будут ждать мои награды. Я свистну, и ко мне послушно, робко вползет окровавленное злодейство, и руку будет мне лизать, и в очи глядеть, в них знак моей, читая воли. Мне все послушно, я же ничему, я выше всех желаний, я спокоен, я знаю мощь мою, с меня доволено сего сознания. Кажется, немного. Оскольких человеческих забот, обманов, слез, молений и проклятий он, тяжеловесный представитель. Тут есть дублон старинный. Вот он. Нынче вдова мне отдала его, но прежде с тремя детьми полдня перед окном она стояла на коленях боя. Шел дождь, и перестал, и вновь пошел. Притворщица не трогалась. Я мог бы ее прогнать, но что-то мне шептало, что мужнин долг она мне принесла и не захочет завтра быть в тюрьме. А этот? Этот мне принес Тибоу. Где было взять ему ленивцу плуту? Украл, конечно. Или, может быть, там, на большой дороге, ночью, в роще. Да, если бы все слезы, кровь и пот, пролитые за все, что здесь хранится, из недр земных все выступили вдруг, то был бы вновь потоп. Я захлебнулся в моих подвалах верных. Но пора. Я каждый раз, когда хочу сундук мой отпереть, впадаю в жар и трепет. Не страх, о нет, кого бояться мне. При мне мой меч за злато отвечает честной Булат. Но сердце мне теснит какое-то неведомое чувство. Нас уверяют медики, есть люди, в убийстве находящие приятность. Когда я ключ в замок влагаю, тоже я чувствую, что чувствуют должны они, вонзая в жертву нож. приятно и страшно вместе. Вот мое блаженство. ступайте, полно вам по свету рыскать, служа страстям и нуждам человека. Уснитесь здесь сном силы и покоя, как боги спят в глубоких небесах. Хочу себе сегодня пир устроить, зажгу свечу пред каждым сундуком и все их отопру, и стану сам сред них глядеть на блещущие груды. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok я царствую. Какой волшебный блеск! Послушна мне, сильна моя держава. В них счастье, в них честь моя и слава. Я царствую, но кто во след за мной приимет власть над нею, мой наследник, безумец, расточитель молодой, развратников разгульных собеседник. Едва умру, он сойдет сюда под эти мирные немые своды с толпой ласкателей придворных, жадных. Украв ключи у трупа моего, он сундуки со смехом отопрет, и потекут сокровища мои в атласные дырявые карманы. Он разобьет священные засуды, он грязь елеем царским напоит, он разночит. А по какому праву? Мне разве даром это все досталось? Или шутя, как игроку, который гремит костьми до груды загребает? Кто знает, сколько горьких воздержаний, обузданных страстей, тяжелых дум, дневных забот, ночей бессонных мне. Все это стоило. Или скажет сын, что сердце у меня обросло мохом, что я не знал желаний, что меня и совесть никогда не грызла. Совесть, когтистый зверь, скребущий сердце. Совесть незваный гость, да кучный собеседник, взаимодавец грубый. Это ведьма, от коей меркнет месяц, и могилы смущаются и мертвых высылают. Нет. Выстрадает сперва сие богатство. А там посмотрим, станет ли несчастный то расточать, что кровью приобрел. Ой, если б мог от взоров недостойных я скрыть подвал. О, если б из могилы прийти я мог сторожевою тенью сидеть на сундуке и от живых сокровища мои хранить, как ныне. Поверьте, государь, терпел я долго стыд горькой бедности. Когда-то не крайность, вы б жалобы мои не услыхали. Я верю. Верю. Благородный рыцарь таков, как вы, отца не обвинит без крайности. Таких развратных мало. Спокойны будьте. Вашего отца усовищу наедине без шум. Я жду его. Давно мы не видались. Он был друг деду моему. Я помню, когда я был еще ребенком, он меня сажал на своего коня и покрывал своим тяжелым шлемом, как будто колоколом. Это кто? Что? Не он ли? Так. Он, государь. Пойдите же в ту комнату. Я кликну вас. Барон, я рад вас видеть бодрым и здоровым. Я счастлив, государь, что в силах был по приказанию вашему явиться. Давно, барон. Давно расстались мы. Вы помните меня? Я, государь. Я как теперь вас вижу. О, вы были ребенок резвый. Мне покойный герцог говаривал. Филипп. Он звал меня всегда Филиппом. Что ты скажешь, а? Лет через двадцать, право, ты да я. Мы будем глупы перед этим малым. Пред вами, то есть... Мы теперь знакомство возобновим. Вы двор забыли мой? Стар, государя нынче. При дворе что делать мне? Вы молоды, вам любят турниры, праздники. А я на них уж не горжусь. Бог даст войну, так я готов кряхтя взлезть снова на коня. Еще достанет силы старый меч за вас рукой дрожащей обнажить. Барон, усердие ваше нам известно. Вы деду были другом. Мой отец вас уважал. И я всегда считал вас верным, храбрым рыцием. Но сядем. У вас, барон, есть дети? Сын один. Зачем его я при себе не вижу? Вам двор наскучил, но ему прилично в его летах и звании быть при нас. Мой сын не любит шумной светской жизни. Он дикого и сумрачного нрава. В круг замка по ночам он вечно бродит, как молодой олень. Нехорошо ему дичиться. Мы тот час приучим его к весельям, к балам и турнирам. Пришлите мне его. Назначьте сыну приличное по званию содержание. Вы хмуритесь. Устали вы с дороги, быть может? Государь, я не устал, но вы меня смутили. Перед вами я б не хотел сознаться, но меня вы принуждаете сказать о сыне то, что желал от вас бы утаить. Он, государь, к несчастью не достоин. Ни милости, ни вашего внимания. Он молодость свою проводит в буйстве, в пороках низких. Это потому, барон, что он один. Уединение и праздность губят молодых людей. Пришлите к нам его, он позабудет привычки, зарожденные в душе. Простите меня на право, государь. Я согласиться не могу на это. Но почему ж? Увольте, старик. Я требую, откройте мне причину отказа вашего. На сына я сердит. За что? За злое преступление. А в чем оно, скажите, состоит? Увольте, герцог. Это очень странно. Или вам стыдно за него? Да, стыдно. Но что же сделал он? Он? Он меня хотел убить. Убить? Так я суду его придам, как черного злодея. Доказывать не стану я. Хоть знаю, что точно смерти жаждет он моей. Хоть знаю то, что покушался он меня... Что? Обокрасть. Барон, вы лжете. Как смели вы. Ты здесь. Ты. Ты мне смел. Ты мог отцу такое слово молвить. Я лгу. И перед нашим государем. Мне. Мне. Иль уж не рыцарь я. Вы лжец. И гром еще не грянул. Боже правый. Так подымишь. И меч нас рассудил. Благодарю. Вот первый дар отца. Что видел я? Что было предо мною? Сын? Принял вызов старого отца? В какие дни надел я на себя цепь герцогов? Молчите. Ты безумец. И ты тигренок полная. Бросьте это. Отдайте мне перчатку эту. Жаль. Так и впился в нее когтями изверх. Пойдите. На глаза мои не смейте являться до тех пор, пока я сам не призову вас. Вы... Старик несчастный. Не стыдно ли вам? Простите, государь. Стоять я не могу. Мои колени слабеют. Душно. Душно. Где ключи? Ключи мои! Ключи. Ключи. Он умер. Боже. Ужасный век. Ужасные сердца. К案ин. Никогы. АПУТ�Т. КАIND ur Igor. КОНЕЦ 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 Все говорят, нет правды на земле. Но правды нет и выше. Для меня так это ясно. Простая ганма. Родился я с любовью к искусству. Ребенком будучи, когда высоко звучал орган в старинной церкви нашей, я слушал и заслушался. Слезы невольные и сладкие текли. Отверг я рано праздные забавы. Науки чуждой музыки были постылы мне. Прямо и надменно от них отрекся я и предался одной музыке. Труден первый шаг и скучен первый путь. Преодолел я ранее невзгоды. Ремесло поставил я под ножием искусству. Я сделался ремесленник. Перстам придал послушную сухую беглость и верность уху. Звуки умертвив музыку я разъял, как труп. Поверил я алгебру и гармонию. Тогда уже терзнул в науке искушенной предаться негид творческой мечты. Я стал творить. Но в тишине, но в тайне не смею помышлять еще о славе. Нередко просидев в безмолвной келье два-три дня, позабыв и сон, и пищу, вкусив восторг и слезы вдохновения, я жег мой труд и холодно смотрел, как мысль моя и звуки мнорожденные, пылая с легким дымом, исчезали. Что говорю, когда великий крюк ливился и открыл нам новые тайны, глубокие, пленительные тайны, не бросил я все, что прежде знал, что так любил, чему так жарко верил, и не пошел ли бодрость за ним безропотно, как тот, кто заблуждался и встречным послом в сторону иную. Усильным, напряженным постоянством я, наконец, в искусстве безграничном достигнул степени высокой. Слава мне улыбнулась. Я в сердцах людей нашел созвучие своим созданием. Я счастлив был. Я наслаждался мирно своим трудом, успехом, славой, также трудами и успехами друзей, товарищей моих в искусстве дивном. Нет. Никогда я зависти не знал. Никогда. Никогда. Не я, когда печенье умел пленить слух диких парижан, не же, когда услышал в первый раз я офигений начальник звуки, кто скажет, что б Сальери гордой, когда-нибудь завистником призрянным, змеей, людьми растоптанной в жире песок и пыль крызущую бессильно. Никто. А ныне, сам скажу, я ныне завистник, я завидую глубоко, мучительно завидую. О небо, где ж правота, когда священный дар, когда бессмертный гений, не в награду любви горящей, самотвержение, трудов, усердия, молений послан, озаряет голову. Безумца куляки празднула. Безумца куляки празднула. У Моцарта. Увидел ты, а мне хотелось тебя нежданной шуткой угостить. А ты здесь, да в ноль? Сейчас. Я шел к тебе, мне сказать, что тебе показать, но проходя перед трактиром, друг услышал скрипку. Нет, мой друг Сальери, смешнее отруду ты ничего не слыхивал. Слепой скрипач в трактире разыгрывал бой Косепет. Чудо. Не вытерпел. Привел от скрипача, чтоб угостить тебя его искусством. Пойди. Из Моцарта нам что-нибудь. Пойди. 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 Ты смеяться можешь? Ах, Сальери, уже ли сам ты не смеешься? Нет, мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадонну Рафаэля. Мне не смешно, когда фигляр презренной породии бесчестит Альгери. Пошел, старик. Постой же. Вот тебе. Пей за моё здоровье. Ты с Альгери не в духе нынче. Я приду к тебе в другое время. Что ты мне принёс? Нет, так. Весь делится. На медней ночью бессонница моя меня томила, и в голову пришли мне две-три мысли. Сегодня их я набросал. Хотелось мне твоё услышать мнение, но теперь тебе не до меня. Ах, Моцарт, Моцарт. Когда же мне не до тебя? Садись. Я служил. Представь себе, кого бы, ну, хоть меня, немного помоложе влюблённого, не слишком, а слегка. С красоткой или с другом, хоть с тобой. Я весел. Вдруг видение гробовое, внезапный мрак, или что-нибудь такое. Ну, слушай же. Садись. 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 КОНЕЦ 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 Ты с этим шел ко мне и мог остановиться у трактира и слушать скрипача слепого? Боже! Ты, Моцарт, не достоин сам себя. Ну что ж, хорошо. Какая глубина! Какая смелость и какая стройность! Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь. Я знаю, я. Да, право. Может быть, но божество мое проголодалось. Послушай, отобедаем мы вместе в трактире злопого Ива. Пожалуй, я рад. Но дай схожу домой сказать жене, чтобы она меня к обеду не дожидалась. Жду тебя, смотришь. Нет. Не могу противиться я доли судьбе моей. Я избран, чтоб его остановить. Не то мы все погибли. Но все ж лицы и служители музыки не я один с моей глухою славой. Что польза, если Моцарт будет жив и новой высоты еще достигнет? Подымит ли он тем искусство? Нет. Оно пойдет опять, как он исчезнет. Наследника нам не оставит. Что польза в нем, как некий херувим, он несколько занес нам песен райских, чтоб, возмутив бескрылые желания, в наш чатах праха после улететь. Так улетай же. Чем скорее, тем лучше. Вот яд. Последний дар моей изоры. Восемнадцать лет ношу я его с собою, и часто жизнь казалась мне с тех пор несносной раной. И сидел я часто с врагом беспечным за одной трапезой, и никогда на шепот искушения не преклонился я. Хоть я не трус, хоть обиду чувствую глубоко, хоть мало жизни люблю, все медлил я. Как жажда смерти мучила меня. Что умирать? Я мнел, быть может, жизнь мне принесет внезапные дары, быть может, посетит меня восторг и творческая ночь, и вдохновение, быть может, новый гайденс сотворит великое, и наслажусь им. Как пировал я с гостем ненавистным, быть может, мил я злейшего врага найду, быть может, злейшие обиды в меня с надменной грянет высоты, тогда не пропадешь ты дар из зоры. И я был прав. И, наконец, нашел я моего врага. Неновый гайд меня восторгом дивно уборил. Теперь пора. Заветный дар любви. Переходи сегодня в чашу дружбы. Что ты сегодня пасмурен? Я? Нет. Ты, верно, Моцарт чем-нибудь расстроен? Обед хороший, славное вино, а ты молчишь и хмыешься? Признаться, мой реквием меня тревожит. А ты сочиняешь реквием? Давно ли? Давно, недели три. Но странный случай. Не сказывал тебе я? Нет. Так, слушай. Недели три тому пришел я поздно домой. Сказали мне, что заходил за мною кто-то. Отчего не знаю, всю ночь я думал, кто бы это был и что ему во мне. На завтра тот же зашел и не застал опять меня. На третий день играл и на полу с моим мальчишкой. Кликнули меня. Я вышел. Человек, одетый в черном, учтиво поклонившись, заказал мне реквием и скрылся. Сел я тотчас и стал писать. И с той поры за мной не приходил мой черный человек. А я и рад. Мне было бы жаль расстаться с моей работой, хоть совсем готов уж, реквием. Но между тем я... То. Мне совестно признаться в этом. В чем же? Ни день и ночь покоя не дает мой черный человек. За мною всюду, как тень, он гонится. Вот и теперь, мне кажется, он с нами сам третий сидит. Крипол. Что за страх ребячий? Россей пустой на думу. Бомарше говорил мне, слушай, брат Сальери, как мысли черные к тебе придут от куполи шампанского бутылку или перечи женибок. Ты дорога. Да, Бомарше ведь был тебе приятель. Ты для него Тараро сочинил. Вещь славная. Там есть один мотив, я все утвержу его, когда я счастлив. Ля-ля-ля-ля. Ах, правда ли, Сальери, чтобы Бомарше кого-то отравил? Не думаю. Он слишком был смешен для ремесла такого. Он же гений, как ты да я. А гений и злодейство две вещи несовместные. Ты думаешь? Ну, пей же. За твое здоровье, друг. За искренний союз, связующий Моцарте и Сальери двух сыновей к гармонии. Постой, постой, постой. Ты выпил без меня? Довольно. Сыт я. Слушай же, Сальери, мой реквие. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как будто нож целебный мне от всех страдавший член Друг Моцарт эти слезы Не замечай их Продолжай Спеши еще наполнить Звуками мне душу Когда бы все так чувствовали силу гармонии? Ну нет, тогда бы не мог и мир существовать Никто б не стал заботиться о нуждах низкой жизни Не все предались бы вольному искусству Нас мало избранных счастливцев праздных Пренебрегающих презренной пользой Единого прекрасного жрецов Не правда ли? Я нынче не здоров, мне что-то тяжело Пойду засну Прощай же До свидания Ты заснешь надолго, Моцарт Уже ли он прав? Я не гений? Гений и злодейство Тебе вещи несовместные И правда Об уонаротти Это сказка, тупой бессмысленной толпы, и не был убийцей его, создателем Ватикана. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ